Первый в мире коммерческий завод, вытягивающий углекислый газ из атмосферы земли, откроется в Швейцарии. Высасывать соединение из воздуха и затем продавать его сельскохозяйственным производителям планирует швейцарская компания Climeworks. Об этом сообщает научный журнал New Scientist. Первый завод компании планируется открыть в сентябре или октябре 2016 года. Строительство будет вестись недалеко от Сюриха. В качестве технологии высасывания углекислого газа будет использоваться Direct Air Capture. Цитата. «Метод прямого захвата и очистки воздуха предполагает использование волокнистого фильтрующего материала, похожего на губку, который пропитан специальными химическими веществами, аминами, производными аммиаком, которые связываются с углекислым газом», пишет автор материала. Проходящий через этот фильтр воздух очищается от углекислого газа. Аналогичные технологии используются на МКС и подводных лодках. Оценки американского физического общества указывают на то, что стоимость тонны углекислого газа равна 600 тысячам долларов. Команда Climeworks надеется снизить цену и сделать технологию рентабельной. Ожидается, что в сутки завод будет собирать от двух до трех тонн газа. Ежегодно люди выбрасывают в атмосферу 40 миллиардов тонн парниковых газов. Проект компании Climeworks поддержан швейцарским федеральным управлением энергетики. В Австрии неизвестные подожгли лагерь для размещения беженцев. Онлайн-ресурс «Австрия пресс-агентур» рассказывает подробности происшествия. В результате пожара никто не пострадал, но полностью сгорело двухэтажное здание, рассчитанное на проживание 48 человек. По данным австрийского отделения Красного Креста, которому принадлежали помещения, ущерб составил 300 тысяч евро. Глава австрийского отделения Вальтер Айшингер заявил, что случившееся его шокировало. Цитата. «Несмотря на инцидент, организация по-прежнему намерена выполнять свою задачу и оказывать помощь нуждающимся. Уже в ближайшее время пройдут переговоры с местными властями о строительстве нового здания для размещения беженцев», уточнил Айшингер. «Мигранты должны были разместиться в построенном для них помещении в ближайшие дни», подчеркивает агентство. Лагеря и приюты для беженцев довольно часто становятся объектами атак радикально настроенных европейцев. В августе 2015 года недалеко от Дрездена в результате умышленного поджога сгорел школьный спортзал, который планировали использовать для временного размещения 130 беженцев», говорится в материале. В издании «Нью-Йорк Таймс» вышла статья экс-министра финансов Греции Яниса Варуфакиса о нынешнем положении дел в стране. Когда Греция перестала упоминаться в заголовках финансовых разделов газет, сложилось впечатление, будто ее экономика стабилизировалась. Но это не так, подчеркивает автор. По подсчетам экс-министра, меры жесткой экономии в Греции оказались почти в 9 раз масштабнее, чем в Италии, и в 3 раза масштабнее, чем в Португалии. В результате в 2009-2014 годах экономика Италии выросла на жалких 2%, португальская сократилась на 1%, а ВВП Греции упал на 26,5%, что вызвало гуманитарную катастрофу. Цитата «Я в качестве министра финансов старался убедить европейских и институциональных кредиторов, что самое лучшее для их и наших интересов – снижение налоговых ставок и отказ от урезания пенсий, которые и так сильно снизились», – пишет Варуфакис. К мольбам бывшего министра остались глухи, и он ушел в отставку. Кредиторы Греции настояли на еще более высоких налогах с продаж, а также на новом урезании пенсий и зарплат, – пишет автор. По словам Варуфакиса, после этого доходы жителей снова начали снижаться. Греции необходима реалистичная реструктуризация ее долга. Правительству также следует продолжить реформы, направленные против олигополий в таких секторах экономики, как супермаркеты и энергетика, а также против неэффективности и коррупции в государственных органах, – предлагает решение экс-министр. Но вместо этого Греции продолжают навязывать самые жесткие меры экономии. Это плодит новые невзгоды и тормозит оздоровление экономики в еврозоне, – считает автор. В Швейцарии торжественно открыт самый длинный в мире железнодорожный туннель. Подробности в газете «Гардиан». В церемонии открытия приняли участие около 600 артистов и музыкантов. Теперь из Сюриха в Лугану можно будет добраться за два часа. Это на 40 минут быстрее, чем раньше. Цитата. Длина туннеля – 57 километров, глубина – до 2 километров 300 метров. Строительство продолжалось 17 лет и обошлось примерно в 11 миллиардов евро. Туннель является частью транспортного коридора, который свяжет Швейцарию, Германию и северные страны Европы с Италией, Грецией и Балканами, – говорится в статье. Строительство вела швейцарская «Ромберг-Серса Рейлгрупп». Первыми по туннелю прошли два поезда с тысячей пассажиров, выигравших поездку в лотерею. Строительство велось одновременно с севера и с юга. Встреча проходчиков произошла 6 лет назад. После этого здесь шли отделочные работы и устанавливалось оборудование. Пассажирские поезда будут двигаться по туннелю со скоростью 250 километров в час и ежегодно перевозить 15 тысяч человек. Регулярное движение поездов запланировано на конец года.